Дорогие друзья, добрый день еще раз. И мы переходим к заключительной лекции первого дня океанского лектория. Тема «Микропластик в морских экосистемах». Ее презентует наш гость, научный сотрудник Центра морских исследований МГУ, научный сотрудник Университета Эдинбурга Анна Гебрук. Анна, вам слово. Добрый вечер, дорогие коллеги. Во-первых, я хотела бы сказать большое спасибо Насте за то, что она меня пригласила и позвала подготовить этот доклад. Мне очень радостно видеть, что морские семинары процветают и продолжаются, несмотря на все сложности. И даже более того, дистанционный формат в некотором роде позволяет расширять как географию, так и аудиторию. Мне очень радостно видеть огромное количество людей, которые зарегистрировались на сегодняшней лекции и проявили интерес к теме микропластика. Я надеюсь, что мне удастся рассказать вам что-то новое и интересное. И несколько слов перед началом. Во-первых, я хотела бы также сказать большое спасибо моим многочисленным соавторам. Значит, в рамках сегодняшней лекции я буду делать достаточно большой обзор литературы, но также и расскажу про некоторые результаты наших совместных работ, которые мы ведем в Центре морских исследований, с различными организациями. В первую очередь, с Институтом океанологии и с Институтом морских ресурсов Норвегии Нива. Евгений Якушев, в частности, один из наших соавторов. Я даже вижу, что сегодня присоединился к лекции. И несколько слов обо мне. Меня зовут Анна Гепрог. Я являюсь научным сотрудником Центра морских исследований университета Единбурга, где я в данный момент нахожусь, в Шотландии. И я бы также сразу хотела сказать, что я по своему основному образованию являюсь биологом, зоологом. Поэтому основной фокус моего сегодняшнего рассказа, он будет именно про микропластик в морской среде и его взаимодействие с морскими экосистемами и морскими организмами. И я не являюсь экспертом в области химии или в области океанологии. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы из сферы токсикологии, про, например, пластик как вектор переноса органических полютантов и так далее, скорее всего, я не смогу ответить на эти вопросы, но буду рада поделиться контактами людей, которые обладают большей экспертизой в этой области. И, соответственно, в любой момент, когда у вас появляются вопросы, пожалуйста, пишите их в чат. Я буду стараться и помониторить. Ну, или, если что, я надеюсь, Настя потом мне поможет обратить на них внимание, и мы все сможем обсудить в конце лекции. Итак, я вам рассказала, о чем я не собираюсь говорить, а вот о чем я говорить собираюсь. Я бы хотела в сегодняшней лекции осветить некоторые четыре блока информации. Значит, в первой части, поскольку я не знаю, насколько все слушатели знакомы вообще с тем, что такое микропластик, я думаю, что мы начнем с самого начала и поговорим, в принципе, о том, что такое пластик, что такое микропластик, как пластик попадает в морскую среду и как он взаимодействует с морскими организмами и морскими экосистемами. Во второй части я бы хотела поделить больше внимания распространению пластика в Мировом океане и, в частности, в Арктике по двум причинам. Во-первых, потому что Арктика – это моя основная сфера интересов и сфера экспертизы. Во-вторых, потому что до совсем недавнего времени, буквально до 2017 года, считалось, что Арктика – это такая, знаете, пластик-фри зона, потому что там очень небольшое количество прибрежного населения, в целом низкая антропогенная активность по сравнению с другими зонами Мирового океана, ну и, соответственно, меньше загрязнения. Но публикации последних лет показывают, что это совершенно не так, и пластик обнаружен уже и в донных отложениях, и во льду, и в воде, и в организмах, и, собственно, об этом я бы хотела поговорить более подробно. Дальше, в третьей части я бы хотела привести два примера непосредственно работ, в которых я участвовала. Это будут работы, которые мы проводили вот совместно с Евгением Александром в рамках рейса Келдыша в том году, а также работы про накопление пластика в веновственных организмах в Кочерском море. Ну и последняя часть будет совсем короткая, в ней я хотела бы поделиться некоторыми ссылками на источники информации, а также на события, которые запланированы в ближайшем будущем, потому что если вам тема микропластика, в принципе, интересна, то, наверное, эти мероприятия и события тоже будут вам интересны. Последняя часть введения, предисловия, заключается в том, что некоторое количество моих слайдов будут на английском языке, но просто потому, что там иллюстрации и материалы взяты из англоязычных статей. Поэтому я буду стараться все объяснять, но если вам вдруг что-то непонятно, то, опять же, смело пишите вопросы в чат, и я с удовольствием все прокомментирую. Итак, первая часть. Начнем сначала. Что же такое микропластик? Вот картинка и некоторое количество базовых определений и общих цифр. Значит, первая цифра, которая, мне кажется, достаточно показательной, это тот факт, что по разным оценкам до 80% всего мусора, который производится человечеством, антропогенного мусора, это мусор, который классифицируется как пластик. И до 10% объема этого мусора оказывается в океане. Сколько это именно в количественных показателях, в тоннах или килограммах сказать достаточно сложно, потому что разные исследователи исследуют разные зоны океана или фокусируются на различных параметрах, например, на пластике поверхностном, или, наоборот, на пластике в зонных отложениях. Но есть некоторые абсолютные цифры, например, мы знаем точное количество пластиковой продукции, которая производится человечеством, и знаем, что она неумолимо растет. Примерно с 50-60-х лет прошлого века началось массовое производство пластика, и в 2018 году было произведено более 350 миллионов тонн пластиковой продукции, значительная часть которой оказывается в океане. Что такое пластик? Как, я думаю, вы все знаете, пластик — это не определение какого-то химического соединения одного, это скорее класс, группа веществ, и пластиками обычно называют любые искусственные полимеры, которые обладают термостатическими или термопластическими свойствами. Что при этом называют микропластиком, тоже зависит от конкретных исследователей и конкретных работ. Обычно принято оговаривать, какую размерную категорию они считают микропластиком, но наиболее распространенная классификация — это то, что любые частицы меньше 5 миллиметров считаются микропластиком, то есть 5 миллиметров в длину, если мы говорим про фибры, или 5 миллиметров в диаметре, если мы говорим про глобалы. При этом частицы менее одного микрона обычно относятся к категории нано-пластика, и это совсем новая для науки категория, про которую очень мало публикаций, особенно потому что его сложно учитывать и сложно химически определять. Но, тем не менее, такая категория есть, и сегодня мы будем в основном фокусироваться именно на микропластике, то есть в частицах от одного микрона до 5 миллиметров. И еще одно базовое определение, которое я сразу хотела бы ввести, потому что оно достаточно важно, особенно для морского микропластика, это понятие первичного и вторичного микропластика. Под первичным понимают микропластик, который сразу был произведен в такой форме, в такой размерной группе, то есть менее 5 миллиметров, и это, например, микрофибры текстильные или микроглобулы в косметической продукции. А вторичный микропластик – это результат частичной интеградации более крупных пластиковых объектов, например, мусорных пакетов или бутылок, или что более распространено в морской среде рыболовных сетей. Следующий момент, который я хотела бы обсудить и оговорить, это публикации по пластику, изучение пластика. За последние годы увеличивается не только продукция мировая пластика, но и внимание мирового научного сообщества к нему. Вот такая достаточно попутная статистика. Если попробовать поискать публикации, в названии которых фигурирует слово микропластик, то до 2000 года таких публикаций порядка сотни, а на сегодняшний день таких публикаций уже более тысячи. То есть за последнее десятилетие количество публикаций возросло в 10 раз. И понятно, что для молодых ученых, которые только начинают заниматься этой темой, не сразу понятно, с какого угла к этому вопросу поступать, потому что текстов очень много. И поэтому я хотела бы поделиться с вами такой сводной таблицей, которую я подготовила, в которой приведены ссылки на статьи и обзоры, которые, как мне кажется, наиболее подходят для того, чтобы вообще начать знакомиться с темой и с проблематикой того, что такое морской микропластик. В первую очередь я хотела бы обратить внимание на две публикации, которые выделены жирным кеглем. Соответственно, Avio It's All 2016 год – это очень хороший обзор, который приводит наиболее актуальную информацию существующей в литературе на тот момент, на 2016 год, про распространение пластика в океане, зоны аккумуляции, взаимодействия с различными группами морских организмов и экотоксикологические последствия этих воздействий. Он не очень большой, но хорошо написан и содержит большое количество ссылок, так что если вам интересна тема на протестик, то очень актуально. Вот, второй доклад, второй документ, на который я хотела бы обратить внимание, это доклад ГИСАМП, 2019 года ГИСАМП – это «Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection» – рабочая группа IMO, International Maritime Organization, которая занимается загрязнением мирового океана. И этот отчет, он фокусируется на методологических вопросах, то есть это наиболее полный в данный момент обзор, в котором приводятся аналитические информации и рекомендации, как, собственно, микропластик изучать. И он достаточно большой, он рассматривает микропластик как в воде, так и в данных отложениях, так и в морских организмах. И там приводятся рекомендации, какое можно использовать оборудование, какие можно изучать параметры, какие, например, устройства подходят для химического определения состава пластика. Вот, это два документа, на которые я хотела бы обратить внимание в первую очередь, но, в принципе, если у вас есть интерес к микропластику в Арктике или, например, микропластику в Ментусе, пишите мне, вот внизу слайда моя почта, я буду рада поделиться статьями, которые у меня есть. Ну и теперь, собственно, к части обзора литературы. В этой части лекции я бы хотела сфокусироваться на двух основных вопросах, а именно, что происходит с микропластиком после того, как он попадает в морскую среду и как он взаимодействует с различными группами морских организмов. Еще раз, чтобы акцентировать внимание на масштабе проблемы, вот две цитаты про количественное распределение пластика. Первая цитата из обзора Авиа и Тол, про которую я уже говорила, в котором приводится количественная оценка на 2016 год, что порядка 300 тысяч тонн пластикового мусора плавает на поверхности океана и они сконцентрированы в пяти аккумуляционных зонах, про которые мы говорим попозже. А вторая ссылка из статьи, которая вышла буквально на прошлой неделе в Science. И эта статья приводит довольно шокирующую оценку и информацию о том, что этот поверхностный пластик составляет примерно 1% всего объема пластикового загрязнения океана, в то время как все остальное аккумулируется в глубоководных экосистемах. И об этом мы тоже поговорим более подробно чуть позже. Ну и картинки в верхней части слайда приведены для того, чтобы продемонстрировать идею о том, что когда мы в принципе думаем про взаимодействие фауны с пластиком и с пластиковым загрязнением, достаточно легко представить, как взаимодействует крупная фауна с макромусором. Вот подобные иллюстрации, показывающие, как морские млекопитающие, или рептилии, или птицы запутываются в пластиковом мусоре, достаточно широко освещены в прессе, поэтому наверняка многие из вас с ними хорошо знакомы. Но вот как взаимодействует микропластик с морскими организмами, это тема, которая гораздо меньше освещена, и как-то о ней гораздо меньше информации, поэтому на ней я хотела бы сфокусироваться в первую очередь. Итак, как микропластик вообще попадает в океан? И пластик. Источники пластикового загрязнения разделяют на два больших пластера, это, соответственно, тиригенные и морские источники. Тиригенные источники – это снос, континентальный снос с реками, сточные воды и перенос с береговой части, если это густозаселенные районы. И тиригенный вклад составляет большую долю морского загрязнения микропластиком, по последним оценкам, до 80%. В то время как мусор и загрязнение от оффшорных, от морских индустрий, в первую очередь, мы говорим про рыболовство и садоходство, он тоже, безусловно, существует, но его вклад гораздо меньше. И рыболовные сети, например, про которые в какой-то момент говорилось, что это вообще господствующий источник загрязнения пластикового в океане, на самом деле, по последним оценкам, приносит вклад не более 10-20% от обрушения загрязнения. Для различных отдельных регионов есть дополнительные источники загрязнения и переноса. Например, в Арктике значимую роль играет лед, который может захватывать пластик и переносить на длительные расстояния. Но, так или иначе, путем вот этих тиригенных или морских источников пластик попадает в океан. И что с ним происходит далее, зависит от свойств конкретных пластиковых полимеров. И в первую очередь мы говорим про свойства размера и плотности. И здесь достаточно наглядно, мне кажется, вот такая таблица, опять же, из обзора Абиоэтол, которая показывает, что наиболее распространенные в морской среде пластиковые полимеры имеют разную плотность по отношению к морской воде. И часть из них сопоставимая или даже легче морской воды, а часть более тяжелые. Ну и, соответственно, тяжелые полимеры, которые мы видим в нижней части таблицы, они непосредственно оседают на дно и уходят в интегрированные субъекты с экосистемой, в то время как более легкие полимеры, например, полиэтиленополипропилен, которые являются одними из самых распространенных, на какое-то время задерживаются либо в водной толщи, либо вообще плавают на поверхности и формируют те самые знаменитые пластиковые мусорные моря. Что происходит с пластиком, который интегрируется в биологические экосистемы? Он так или иначе взаимодействует с морскими организмами, которые там обитают. И здесь я использую диаграмму тоже одного из наших соавторов из института кинологии Ани Золота, которая, мне кажется, достаточно хорошо демонстрирует обитателей эпилогических экосистем, потому что эта диаграмма показывает разнообразие размерных классов этих организмов. И здесь я бы хотела обратить внимание на то, что взаимодействие пластика с морскими организмами в первую очередь определяется именно размерными характеристиками как этих организмов, так и этих частиц. Вот, например, если посмотреть на нижнюю часть диаграммы, где мы говорим про организмы размером менее одного миллиметра, то есть это нано- и микро- и фитопланктон, и бактерия-планктон. Для этих организмов пластиковые частицы микропластик по размеру сопоставимы с размером самих организмов, если даже не больше. И для этих организмов существует понятие пластисферы, то есть крупные пластиковые объекты формируют для этих организмов новую среду обитания. И, соответственно, пластиковые частицы, плавающие в океане, подвергаются явлениям биообрастания и колонизации этими более мелкими организмами, в результате чего происходит биодеградация, то есть частичное разложение, частичное разрушение целостности пластиковых объектов. Помимо этого, плавающие пластиковые объекты, которые подвержены биообрастанию, могут являться вектором биологических инвазий и распространения видов на крупные дистанции, потому что, ну, логично, что если происходит процесс биообрастания и формируются некоторые сообщества, то далее пластиковый мусор разносится в океане под действием течения термохолемии и циркуляции, могут подноситься на достаточно большие расстояния, и это достаточно сложно контролировать. Вот некоторое количество примеров публикаций про так называемые эпипластические сообщества, то есть сообщества областателей пластика. Конкретно эти примеры из Северной Атлантики и из Австралии, они рассматривают разные размерные группы, можете более подробно ознакомиться с статьями, если у вас есть желание. Ну, в общем, смысл в том, что в обоих примерах вообще все образцы пластика, которые были собраны, были подвержены биообрастанию, на их поверхности были обнаружены различные организмы, и мы говорим не только про организмы совсем маленькие типа цианобактерий или коколитофоридов, но и более крупные беспозвоночные тоже. Не все из них являются обрастателями, что-то из этого подвижная фауна, которая уже приходит в поисках кормовой биомассы, но, как или иначе, налицо наличие такого явления, как обрастание пластика. При этом публикации конкретно по Арктике мне не попадалось, так что если это интересно вам, или если у вас есть, например, студенты, которые заинтересованы в работах по биообрастаниям пластика в Арктике, это замечательная новая тема, которая, в общем-то, пока что не исследована. Возвращаясь к размерной диаграмме, соответственно, если двигаться наверх, к более крупным организмам, более 1 мм, то для них частицы пластика по размеру соответствуют кормовым объектам. И для этих организмов самой распространенной формой взаимодействия с пластиковыми частицами является поглощение. И в результате поглощения может происходить два сценария. Значит, первый сценарий, если пластиковые частицы не накапливаются в организме, а проходят насквозь через желудочно-кишечный тракт, в таком случае они в составе пилет или фекалий находятся в их составе, если дают на дно. А второй сценарий, менее приятный, если частиц слишком много или если частицы слишком большие, или если происходит накопление в тканях, в таком случае пластик задерживается в организме данного организма, данного животного, и далее происходит его транспорт в трофическую сеть. То есть этот организм поглощается следующим трофическим уровнем, и так происходит перенос и накопление. И здесь можно говорить о двух понятиях, которые достаточно похожи, но важно их различать. Это биоаккумуляция и биомагнификация. Биоаккумуляция — это накопление в организме по мере его развития, то есть по мере его взросления и питания. А биомагнификация — это накопление именно в трофической сети, то есть по мере поглощения из более низких графических уровней. Я надеюсь, что рассказ и данная диаграмма продемонстрировала, что биологические объекты являются одним из механизмов вертикального переноса пластика из биологической системы в лобентес, потому что, опять же, либо в результате накопления в тканях и дальнейшей смерти организма, либо в результате прохождения через ЖКТ, либо даже в результате биодеградации меняются свойства пластиковых объектов, и так или иначе, рано или поздно, все, что было в лакеоне, всегда это будет. Следующий вопрос, который стоит обсудить, — это вопрос про поглощение. Как мы выяснили, поглощение пластиковых микропластиков является самой распространенной формой взаимодействия организма с пластиком, но чем же это чревато для организма? Эти вопросы рассматривает дисциплина, которая называется «экотоксикология», вопросы именно токсикологических эффектов поглощенного пластика, и в целом эти эффекты можно разделить на две группы — эффекты физиологические, то есть механические, и биохимические. Физиологические эффекты наиболее очевидны, наверное, это то, о чем мы уже говорили, когда пластиковых объектов питания слишком много, и организм думает, что он кормится, но на самом деле они не восполняют его энергетические нужды, и в результате происходит выбивание желудков непитательным материалом, снижение физиологической активности, потеря аппетита, иногда снижение репродуктивного успеха, иногда даже до летального исхода. Биохимические последствия более сложные, и они связаны с химическими взаимодействиями. Значит, тут важно говорить, что пластиковые полимеры сами по себе практически все инертны, то есть не вступают активно в химические реакции, но они, пластиковые частицы, обладают большим отношением площади поверхности к объему, и, соответственно, когда мы имеем частицы, которые долго находятся в морской среде, они могут на своей поверхности адсорбировать различные вещества, и это могут быть либо вещества загрязнителей, которые, например, находятся в морской среде в естественных условиях фоновых концентрациях и не являются опасными, например, тяжелометаллы или ртуз, но кроме того также есть добавки производственные, которые используют при изготовлении пластика для изменения его свойств, например, увеличения пластичности или прочности, такие как, например, бифенол А. Ну вот, и все эти вещества, соответственно, могут накапливаться на поверхности пластика, и следующий вопрос, что с ними происходит внутри организма. Это вопрос новый и сложный, исследований на этот счет очень мало, но, тем не менее, есть некоторые экспериментальные работы, которые показали, что последствия есть, и они могут проявляться в двух вариантах. Первый вариант – это когда именно ассоциированные с поверхностью пластиковых частиц загрязнители захватываются клетками эпители организма и перемещаются в внутренние циркуляторные системы. То есть, например, если взять частицу пластика, напылить на нее какой-то загрязнитель и дальше этим пластиком выкормить рыб, то данный загрязнитель через некоторое время может фиксироваться в тканях рыб. А второй вариант – это вариант транслокации самих частиц пластика, и свидетельство такого переноса тоже уже есть. Для мидий было показано, что если в воде большая концентрация пластиковых частиц, то и в циркуляторных системах в гемолинфе самих собственных мидий пластиковые частицы через некоторое время тоже могут наблюдаться. Далее на диаграмме приведены примеры различных физиологических и биохимических последствий, которые ассоциированы с различными загрязнительными плютантами, которые могут накапливаться на поверхности пластика. Тут очень большой спектр последствий от подавления синтеза эндогенных гормонов до воспалительных процессов или, если это фитоплакон, до ингибирования фотосинтеза. Опять же, некоторое количество ссылок есть на этом слайде. Если вам интересно, могу прислать более подробные работы. Но ключевой вопрос тут, что же происходит с транслокацией пластиковых ассоциированных плютантов в организме человека? Потому что, например, мидии являются одним из не более распространенных аквакультурных видов. И мы говорим не только про мидии, но и про других морских организмов, которые входят в рацион человека. Ответа у меня нету. И, в общем-то, у науки на данный момент тоже нет. На данный момент свидетелей с транслокацией микропластика в организме человека нет, но это не значит, что это невозможно. Возможно, это просто плохо исследованный вопрос. На этом первая часть обзора заканчивается. И теперь я бы хотела поговорить уже не про пластик в организмах, а про пластик в океане, где он аккумулируется и как обстоят дела в Арктике. Снова возвращаясь к обзору Ада, уж очень я его люблю, хотела привести часть вот этой таблицы, которая показывает на 2016 год, опять же, различные регионы мирового океана, в которых пластик был зарегистрирован и в каком количестве он там был зарегистрирован. Это не полная таблица, но если посмотреть на таблицу целиком, то видно, что на момент 2016 года пластик был зарегистрирован во всех основных океанах мирового океана, но не в Арктике. Где именно он концентрировался в наибольших количествах, здесь как раз речь идет про аккумуляционные спирали при экваториальные, которых на данный момент описано пять. Соответственно, это Северная и Южная Атлантика, Северная и Южная Пацифика и Индийский океан. И их формирование связано с глобальной циркуляцией поверхностных вод в Мировом океане, с ветровым переносом и с Экмульским транспортом. Если вам интересны более подробные механизмы именно гидрофизические формирования этих аккумуляционных спиралей, рекомендую две публикации Иван Сибилл 2012-2015 года. И чуть-чуть более подробно хотела поговорить про публикацию 2012 года, потому что в ней, помимо, собственно, констатации факта наличия аккумуляционных спиралей, производится моделирование на разной временной шкале, на 10 лет, 50 лет и 100 лет. И в результате этого моделирования показывается, что потенциально шестая аккумуляционная зона спираль формируется в Арктике, а именно в районе Баренцева моря. Но, соответственно, на тот момент, 2012-2015 года, это было исключительно теоретическое моделирование, никаких институт наблюдений в Баренцевом море на тот момент не было. Следующая публикация, которую я хотела бы упомянуть, это публикация 2017 года, Козер с авторами, которые приводят результаты циркомполярной экспедиции Тара и, собственно, наконец приводят данные непосредственно измерений плавающего пластика в Арктике. И результаты эти показывают, что действительно в Баренцевом море, в районе Новой Земли, зарегистрирована повышенная концентрация плавающего микропластика. Козер связывает формирование этой спирали, собственно, как и Иван-Сибилл, с термохоридным переносом из североатлантической аккумуляционной зоны. То есть по состоянию на 2017 год считается, что пластик в Арктике есть, но это пластик, который переносится из северной Атлантики. А как при этом стоят дела в остальных морях Арктики, в общем-то в литературе практически нету сведений на этот счет. Еще одна публикация, про которую я хотела бы поговорить, я упоминала о ней вначале и думаю, что многие из вас возможно видели новости о выходе этой публикации на прошлой неделе. Это публикация Кейн с авторами вышедшей в Science, которая рассматривает более подробно механизмы накопления пластика в глубоководных зонах Мирового океана. И, в общем-то, основная мысль этой статьи в том, что действительно большая часть пластикового материала скапливается в глубоководных зонах, а именно в диапазоне от 600 до 900 метров примерно. И это не связано с расстоянием от берега, а связано с топографией, с геоморфологией и гоноррегенцией и с расположением и интенсивностью донных течений. Я не буду сейчас даваться более подробно в детали, если вам интересно, то вот, пожалуйста, знакомьтесь со статьей, она вышла буквально только что. О чем я хотела бы поговорить в больших подробностях, это, собственно, что происходит с пластиком, который попадает в донные экосистемы. Потому что, вопреки все еще довольно распространенному мнению, донные экосистемы и даже глубоководные экосистемы, это не какие-то безжизненные долины, а, в общем-то, это зоны мирового океана, в которых тоже присутствует жизнь в виде сообществ безпознанных животных. И обычно эта жизнь представлена двумя принципиальными стратегиями. Это либо малоподвижная или сидящая фауна, которая зависит от поступления органического вещества из толщи воды, то есть это фильтраторы, которые собирают воду, органику либо из водной толщи, либо из грунта после того, как она осела. Либо это подвижные организмы, которые активно передвигаются и являются либо хищниками, либо падальщиками, но, в общем, обладают способностью активно перемещаться. И что же мы знаем про накопление пластика в этих организмах? Опять же, исчезающе мало. Буквально единичное количество публикаций вышло в последние годы. Вот здесь переведен юбор, соответственно, публикация Тейлор 2016 года. Это вообще первая публикация, которая говорит про накопление микропластика в Бентосе и приводит данные из Атлантики, из Индийского океана. Следующая работа, на которую я хотела бы обратить внимание, это публикация Бергман 2017 года. Она не про фауну, но она про глубоководные донные отложения в Арктическом океане, в районе Швейцбергена, Хаусгарден. И там говорится о том, что вот в конкретно этом районе в донных отложениях было обнаружено большое количество пластика, из чего логично предположить, что, вероятно, в Бентосной фауне он тоже может быть, просто еще не исследован. Следующая публикация 2017 года сделана моими коллегами в Шотландии про накопление микропластика в глубоководной фауне в Северной Атлантике, Мингулей Рифф, это гибридское море. И последняя работа, вышедшая в 2018 году, это первая публикация по пластику в Бентосе в Арктике, но в ней рассматривается только Чукотское море и Беренгово море. Соответственно, никаких работ про накопление микропластика в Бентосной фауне в остальных морях Арктики на данный момент нет. И это именно тот knowledge gap, пробел в знаниях, которым мы и занимаемся, и о котором я хотела бы поговорить более подробно в следующей части. Соответственно, вот география работ Центра морских исследований, связанных с накоплением микропластика в Донной фауне. Наш основной рабочий полигон — это Печорское море, но кроме того, мы в том году собирали некоторое количество образцов по ходу движения академикам Истослава Келдышева в Карском море, море Лапсевых и Восточно-Сибирском море. И вот это, собственно, два примера работ, про которые я сейчас хотела бы поговорить чуть более подробно. Некоторые фотографии из прошлогоднего рейса. Мне очень нравится эта фотография, она выглядит просто как социальная реклама работы в Арктике, потому что мы здесь очень счастливые и улыбающиеся. Мне кажется, что вторая фотография чуть более правдоподобна, потому что, конечно же, это очень увлекательно заниматься право-мыхой донных отложений, но после нескольких часов работы на палубе становится достаточно холодно, и все улыбаются несколько меньше. Что же мы делали в этом рейсе? Это были совместные работы гидробиологического и гидрохимического и океанологического отрядов. Достаточно комплексные исследования, в котором мы пытались смотреть наличие микропластика в различных элементах морских экосистем. То есть мы собирали образцы вентесной фауны, донных отложений, поверхностной воды и воды из водного столба из вентиляции 3 метра. Что касается пластика в донных отложениях, мне пока что сказать особо нечего. Вот есть только самые предварительные результаты, которые показывают наличие пластика, в общем-то, во всех исследованных регионах, то есть и в Карском море, и в море Лапсовых, и в Восточно-Сибирском море. Но более подробных закономерностей пока что мы тут не выявили, будем этим заниматься. А вот что касается пластика в воде, это как раз работа, которыми мы занимались в последнее время достаточно подробно. И сейчас готовится публикация под первым авторством Евгения Якушева. Соответственно, основные результаты этих исследований сводятся вот к чему. Ну, во-первых, пластик в воде был, опять же, зарегистрирован по всех исследованных морях. Во-вторых, достаточно любопытно, что пластик в поверхностном слое и в подповерхностном слое различался по своим характеристикам. Под характеристиками мы имеем в виду как химический состав, так и морфометрические характеристики самих частиц. То есть они были разного размера и разных типов. Микрофибры или фрагменты. И нам кажется, что закономерности распределения пластиковых частиц в поверхностном слое и подповерхностном, они связаны с различными механизмами. Потому что мы посмотрели на концентрации пластика по градиенту солености и выяснили, что в поверхностном слое зоны наибольшей концентрации пластика соответствуют зонам наименьшей солености, что наводит на мысль о том, что эти зоны могут быть связаны с выносом рек и с распространением речных плюмов, о чем я чуть подробнее поговорю на следующем слайде. В то время как в подповерхностном слое закономерность ровно обратная, то есть зоны наибольшей концентрации пластика соответствуют наибольшей солености, что, возможно, связано с водами атлантического происхождения. И эта идея как раз не нова. Вот если посмотреть на верхнюю иллюстрацию, там есть синяя стрелка, которая показывает продвижение вод атлантического происхождения. Это как раз то, о чем говорил Козер с авторами про перенос пластика из североатлантической аккумуляционной зоны. Но важно понимать, что при дальнейшем продвижении на восток эти атлантические водные массы, они уходят под поверхность. И, соответственно, пластик в поверхностных водах, его распространение регулируется, скорее всего, другими закономерностями. Вот такие у нас предварительные результаты. Мне кажется, очень интересные. Надеюсь, что в ближайшее время статья будет уже совсем готова. Еще одна картинка, чтобы проиллюстрировать вопрос о значимости рек в Арктике. Традиционно в литературе считается, что Арктик — это очень мало и не густо заселенный регион. И действительно, если посмотреть на количество больших городов, расположенных внутри полярного круга, то таких городов очень мало. Это крупные оранжевые точки. Однако, если посмотреть на всю площадь водосбора, картина получается совершенно иная, потому что Арктический океан насчитывает до 11 или 14 процентов общего континентального стока мирового океана. Это очень много в процентном соотношении. И основной вклад в этот сток вносят Великие Сибирские реки, то есть от Енисей и Лена. И нам кажется, что формируемые ими речные плюмы — это вот именно один из основных векторов и механизмов привнесения пластикового зверезнения в Арктику. И, безусловно, это вопрос, который требует более внимательного и подробного изучения. Второй пример, который я хотела бы привести в наших предыдущих работ — это исследование накопления пластика в бенцесных организмах Печорского моря, а именно изучение спектров питания бенцесных декапод Печорского моря. Очень короткое лирическое отступление о том, какие вообще коммерческие пенцесные декаподы в Баренцевом море есть. Здесь исключительно для того, чтобы обратить внимание на то, что камчатский краб и краб опиле — это разные виды. И тот, и тот являются видами вселенцами, привнесенными из Северной Пацифики, но они имеют совершенно разную историю и совершенно разную биологию. Соответственно, камчатский краб был привнесен в Баренцевом море в 60-е годы специально для того, чтобы основать рыболовный промысел. А краб стрекун, он же краб опилео, регистрируется в Прилогах примерно с 90-х годов, но как именно он был занесен в регион, однозначно неизвестно. Считается, что, скорее всего, он был привнесен с балластными водами, потому что на тот момент их регулирование было менее жестким. Но так или иначе, на данный момент оба вида присутствуют в регионе, оба вида являются коммерческими и даже более того, собственно, коммерческий сток краба стрекуна в Печорском море на данный момент выше, чем камчатского краба. В Баренцевом море, простите, в Печорском море, собственно, камчатского краба и нет. Поэтому мы говорим про краба стрекуна. Данная картинка показывает распространение краба стрекуна в Печорском море. В общем-то, сейчас он зарегистрирован более-менее везде. И следующая картинка показывает станции проба отбора. Соответственно, в этих точках мы осуществляли отбор донной фауны. В некоторых точках это было краление специфически для того, чтобы поймать краба. В остальных точках это был сбор начерпателями для того, чтобы сравнить загрязнение пластиком в диетах крабов с другими биоцестными организмами в Печорском море. Еще немножко про методы. Соответственно, мы использовали достаточно традиционный для таких работ подход. Это комбинирование метода, то, что называется dissection и digestion, то есть вскрытие и поглощение. То есть сначала желудок краба извлекается, после чего его содержимое помещается в концентрированный раствор трепсина для того, чтобы разделить органическое вещество, полуразложившееся или разложившееся, от искусственных полимеров. Ну, после чего получившийся раствор просеивается через металлическую сеть с ячьей 40 микронов, и частицы, которые остаются на поверхности, являются потенциально частицами микропластика, которые должны быть подвергнуты дальнейшему химическому определению. Вот результаты. Я думаю, что в рамках данной лекции я не буду тратить слишком много времени на сравнение диет видов крабов, но если вдруг вам это интересно, я с удовольствием поделюсь черновиком статьей. Но на данной картинке приведены собственно диеты трех крабов, которые, уверенно, обнаружены в сборах. Снизу это краб-стригун, снизу справа, сверху краб-паук, и слева ракошельник. И что важно, это то, что во всех трех бентосных пекаподах, если посмотреть в нижнюю часть диаграммы, в раздел Inclusions, есть красная полоска, которая показывает частоту встречаемости пластика. И среднее значение для всех бентосных пекапод было 28%. То есть, строго говоря, каждый третий краб в Печорском море имел в желудке в составе включений поглощенный микропластик. Вот так примерно эти частицы выглядят. Они все могут быть классифицированы как микрофибры. Микрофибры — это самый распространенный тип пластика в океане. Ну а далее они обладают разными свойствами, разными цветами, разными материалами. Что касается распространения географического, ну, в рамках данных работ много сказать не получится, потому что всего три станции, но на всех трех трайловых станциях пластик был обнаружен. И можно предварительно отметить, что наибольшее количество пластиковых частиц соответствует станции с наибольшей биомассой бентоса, которая также является кормовым полигоном моржа, что тоже является несколько тревожным фактом, потому что морж является охраняемым видом в Печорском море, и, вероятно, его кормовые ресурсы загрязнены пластиком. Для того, чтобы более подробно делать какие-то выводы о географии, нам нужно большее количество точек, что мы планируем делать в следующие годы. Но вот что можно сказать насчет распространения пластика по различным видам. Значит, в данной работе мы рассматриваем две группы организмов. Это либо бентосные докоподы, которые являются всеядными организмами, соответственно, справа, либо моллюски, которые являются фильтраторами, но фильтраторами двух типов питания. То, что обозначено индексом FF, это filter feeders, это организмы, которые захватывают еду из водного столба, а то, что обозначено как DF, это deposit feeders, это организмы, которые захватывают частицы из грунта после того, как они расседают. И, собственно, на данной диаграмме, которая показывает частоты встречаемости поглощенного микропластика для каждого из видов, видно, что частота для всеядных организмов была существенно выше, чем для фильтраторов обоих типов. Что, в общем-то, является еще одним свидетельством явления биомагнификации, о котором мы говорили раньше в начале лекции. И вот такая вот концептуальная диаграмма, картинка, наверное, была подготовлена для того, чтобы еще раз продемонстрировать все вышесказанное, быстро по ней пробегусь. Соответственно, в водном столбе, в водной толще мы видим наличие пластика, это пластик первичный, то есть микропластик первичный сразу, изготовленный в таком размерном классе, или микропластик вторичный в результате частичной деградации более крупных объектов. В эпилогической зоне эти частицы взаимодействуют с эпилогическими организмами и включаются в трофическую сеть, которая является механизмом вероцикального переноса пластика в донной экосистеме, потому что частицы либо проходят насквозь через ЖКТ, либо накапливаются в организмах и постепенно оседают на дно. А на дне мы видим две основные группы питания, это либо моллюски, которые захватывают частицы из воды, либо из грунта, и далее мы видим активных хищников, которые перемещаются и накапливают еще большее количество пластика, потому что в результате явления биомагнификации ими поглощается пластик, уже поглощенный их жертвами. Ну и, значит, еще раз кратко выводы из этих двух практических исследований. Из первой работы, в которой мы рассматривали пластик, плавающий в Арктическом океане, мы сделали наблюдение, что вынос сибирских рек, скорее всего, играет очень значимую роль в распространении поверхностного микропластика, в частности, динамика плавучих речных клюмов, связана с распространением поверхностного микропластика. Во время как подповерхностные воды микропластик в них отличается по свойствам от поверхностного и, скорее всего, по происхождению связан с атлантическими водами. Что касается накопления пластика в биотезных экосистемах, в среднем около 20% желудков всех исследованных нами организмов, имел поглощенные частицы микропластика, при этом самая высокая частота наблюдалась у краба стригуна, который, как мы говорили, является важным коммерческим видом в регионе. И в целом мобильные докоподы накапливают большее количество микропластика, чем малеские фильтраторы. Вот, на этом, наверное, я закончу научную часть доклада. И совсем коротко хотела бы с вами поделиться некоторыми новостями о следующих событиях и процессах, которые происходят, потому что, как я уже говорила, если вам вдруг интересна тема микропластика и даже по окончании этой лекции, то, возможно, вам стоит задуматься о том, чтобы к этим мероприятиям присоединиться. Ну и предпоследний слайд. Некоторое количество ссылок на ресурсы и в том числе каналы в социальных сетях, которые, мне кажется, довольно любопытными, потому что там часто публикуются новые новости про микропластик, как статьи, так и события, ну и в целом какие-то новости. И последняя картинка. Достаточно часто, когда я читаю какие-то лекции по микропластику или участвую в каких-то мероприятиях, мне задают вопрос. Ну, понятно, что пластик в океане есть, пластика в океане много, и это плохо, плохо для организмов, потенциально плохо для человека, но что же теперь делать? И вот в контексте вопроса, что же теперь делать, хотела бы привести эту картинку, reduce, reuse, recycle, потому что это действительно важно. Да, на уровне борьбы с пластиковым загрязнений в реках, вероятно, нам нужно улучшать очистные сооружения, но на уровне таком чисто бытовом поведенческом сокращать количество одноразового пластика в вашем использовании – это тоже очень важно, поэтому если вы можете, отказывайтесь от одноразовой пластиковой посуды, от одноразовых пластиковых бутылок, от одноразовых пластиковых пакетов и так далее, и сортируйте мусор. Да, в Москве это пока не так популярно, как, например, в той же Норвегии, но, тем не менее, такая практика уже есть, и я всячески рекомендую это делать. Ну и самый-самый последний слайд – это заключение, которое я приводила на другом докладе в конференции Arctic Frontiers, но мне кажется, что здесь они тоже достаточно уместны. Тут две основных мысли. Первая мысль о том, что, несмотря на большое количество исследований, проводящихся в области микропластика в последние годы, вопросов все еще очень много, и мы практически ничего не знаем про механизмы распространения пластика в Арктике, в частности, про роль речных плюмов, также про экотексологические последствия поглощения пластика для различных организмов и про физиологические различия физиологических аспектов поглощения пластика различными группами организмов. И в контексте того, что мы уже понимаем, что пластик в Арктике однозначно есть и его много, нам кажется, что вот это именно те вопросы, на которых нужно сфокусировать научные исследования в ближайшее время. И еще одна мысль заключается в том, что для того, чтобы эти научные усилия были эффективными, очень важно разработать сцентартизированные подходы методологические, потому что все еще очень большое количество исследований происходит по совершенно разным протоколам, используются разные оборудования сбора, разные механизмы определения, даже различные количественные параметры. Ну и вот радостно видеть, что сейчас производятся некоторые усилия по гармонизации этих подходов, но пока что это усилия, а не готовые продукты. Так что призываем вас присоединяться к нашим работам по инвертизации и гармонизации методов изучения морского микропластика. На этом, я думаю, что все. Благодарим Анну за лекцию, спасибо огромное. И я уверена, что такая тема призывает задавать вопросы и серьезно относиться к использованию пластиковой продукции в нашей повседневной жизни. Поэтому, если остались какие-то вопросы, пожалуйста, присылайте их в секцию внизу. Мы направим их нашим лекторам и опубликуем в ближайшее время. Большое спасибо хотим сказать нашему информационному партнеру «Комсомольская правда», за то, что подключились к нашей повестке и также ведут трансляцию на своей платформе. На этом мы завершаем первый день океанского лектория. И на экране уже опубликован анонс второго дня. Будем ждать встречи с вами завтра.